От наших слушателей поступил такой вопрос, можно ли заниматься опасными для жизни видами спорта и противоречит ли это божьим заповедям? Глобально, если посмотреть на саму формулировку вопроса, то то, что опасно, если мы эту опасность сами создаем, сами ее провоцируем, то, конечно, является греховным. Но есть уже некие виды спорта, их называют экстремальными, хотя это достаточно условно, ну, например, прыжки с парашюта, ну, наверное, экстремальный вид спорта, погружение с аквалангом, тоже экстремальный вид спорта, ну, еще целый ряд, что вызывает у человека такой выброс адреналина. Ну, скажем так, на каком-то этапе, может быть, становления человека, на каком-то этапе его жизни, если рассматривать это с точки зрения духовный, то есть человек хочет постичь творение Божие, почувствовать горизонты и упругость воздуха, почувствовать, что такое глубины морские и как все премудро устроено и так далее. Если придавать этому духовное значение, духовный смысл, если в этом нет чистого выброса адреналина, все же какие-то мысли высокие, тогда на каком-то этапе, наверное, это допустимо. Потом, когда человек начинает расти, расти духовно, у него уже другие чувства, там уже другие опасности, там другие искушения, и вот все, что было раньше, все становится малозначимым, и человек, конечно, прекращает такие занятия и ищет не экстрима, а ищет мира душевного, ищет благодати Божией, ищет любви, смирения, мягкости, прощения, то есть ценности меняются. Ну, если молодой человек полной энергии, если только начинается восстановление, если он смотрит на свои переживания с духовной точки зрения, то, наверное, на каком-то этапе это допустимо. Если не несет очевидную опасность для жизни только. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok